Здравствуйте! В эфире новости Кыргызстана, в студии с обзором событий Аргена Лумбеков. И сегодня в выпуске. Четверо из семи выжили. Под снежную лавину на автотрассе в пешке Кош попали семеро человек. Игнорируя предупреждения о спасателей, люди решили идти по перевалу пешком. Правительство намерено отменить доверенность. Автовладельцы были вынуждены переоформлять машины на себя. Значит, в бюджет поступят дополнительные средства. С чего началась революция? Страна отмечает 10-летнюю годовщину аксийской трагедии. Нынешние власти называют аксы колыбелью кардинской революции. Лавина, сошедшая в минувшую субботу на трассе в Бешке-Кош, стали причиной гибели трех человек. Четырех спасателям удалось вызволить из-под снега живыми. Недавно стали известны фамилии погибших. Это Незматов Кутубек, 69-го года рождения, Конокбаев, 70-го года рождения и Саматов, 76-го года рождения. По предварительной версии, они решили идти через перекрытое ущелье Чичкан пешком. Ранее дорога здесь была закрыта именно из-за опасности схода лавин, отмечают в МЧС. Отметим, трагедия произошла около 7 вечера в субботу. Лавины сошли сразу в нескольких местах ущелья. Объем только одной из них составил около 5000 кубометров. Недавно поступила информация еще об одном человеке, которого накрылась снежной лавиной. Это произошло недалеко от первого места трагедии, также в Токтагульском районе, в селе Каракунгой. Сейчас с поисками пропавшего заняты спасатели МЧС. Надо сказать, что в республике за эти дни выпал большой объем осадков. Из-за снега с 18 марта на автодороге Орсер-Эташ-Аргештам застряли около 100 грузовиков и автомашин с водителями и пассажирами. Спасателям с продуктами питания еле удалось добраться до людей. Сейчас продолжается операция по освобождению граждан снежного плена. На данный момент дорога открыта, расчищена. Значит, сообщение есть. Сейчас, но тем не менее, остается угроза на горных автодорогах нашей республики. И поэтому мы еще раз предупреждаем и просим наших граждан, чтобы соблюдали все меры безопасности на продвижении горных автодорогах. Правительство намерено отменить доверенности на автотранспорт. Таким образом, кабинет министров намерен увеличить поступление в бюджет. По большей части, Кыргызстанцы управляют автомобилями под доверенностью, которая и стоит дешевле, и оформляется быстро. Но, как всегда, правительство, заботясь о поступлениях в казну, вовсе не думает об автовладельцах. Ну, при покупке машин, проще всего, конечно, доверенность, чем переоформлять. Переоформлять – это лишние расходы. А так, купил, доверенность выписал, или доверенность взял – ездишь. Как только стало известно о том, что доверенности на управление автомобилем будут отменены, в обществе возникли нешуточные споры. Автолюбители недоумевают. Как теперь передавать машину своим родным и близким? Ведь если отменят данный документ, транспортным средством сможет управлять только ее хозяин. Автолюбитель Талай говорит, что на их семейном автомобиле ездит не он один. Если документ вступит в силу, некоторым членам семьи придется искать альтернативу – ездить на такси или покупать еще один автомобиль. Не знаю, как там правительство. Может, для них это виднее, что отменить доверенность, сделать регистрацию, будет проще. Но для нас, для автолюбителей, для водителей, я думаю, это очень накладно. Со стороны, во-первых, финансов. Каждый раз машину, если покупаешь, то переоформлять ее. То есть лишние деньги. Сегодня средняя цена за перерегистрацию транспортного средства составляет около 6 тысяч сомов. Это около 120 долларов. А оформление доверенности стоит не более тысячи сомов. Да и хлопот намного меньше. Не нужно стоять в очереди. 15-20 минут и документ на вождение, и возможность в дальнейшем продаже авто готов. Пускай у вас останется экземпляр. Я прямо вот так вот. Директор правового центра Владимир Плужник ознакомился с проектом постановления. Он не согласен с новшеством, предложенным правительством. Ведь чтобы закон заработал, нужно изменять гражданский кодекс, либо вносить дополнение. Адвокат говорит, что даже если постановление вступит в законную силу, заставить всех переоформлять машины будет крайне сложно. И гражданский кодекс части выдачи доверенности, я буду иметь на это право. И я пойду в нотариус, в любой нотариус, и я сделаю доверенность, и буду управлять ею по автомашине, по доверенности, независимо от каких-то там распоряжений. Поэтому пока не изменили гражданский кодекс в этой части, кардинально, поэтому я не думаю, что у нас дойдет до такого. В принципе, обращение даже к депутатам, институт представительства по доверенностям еще никто не отменял. Конечно, есть и положительная сторона проекта. Например, известны случаи, когда автомобиль скрывался с места ДТП, а милиционеры находили хозяина автомобиля по базе данных. Но позже выяснялось, что бывший владелец продал машину несколько лет назад, а новый хозяин не стал регистрировать доверенность ГАИ, и этим самым скрыл свои данные. А если бы транспортное средство оформлялось строго на одного водителя, то наверняка подобных случаев было бы значительно меньше. Впрочем, для автовладельцев очевидно, что в данной ситуации дополнительные поступления в бюджет, которые удастся получить из-за принудительного переоформления автомобилей, гораздо важнее, чем оперативная информация. Ринат Шамсудинов, Бакыт Кашалиев, Бишкек, Кыргызстан. Все революции начинались с Аксы. В Кыргызстане на минувших выходных вспоминали погибших в аксийских событиях. Десять лет прошло с той трагедией, в которой погибло пять человек, и еще один патриот умер, голодая в их поддержку. Вместо трагедии посетил президент, а поминальные мероприятия с участием премьера прошли в Бишкеке. Эти кадры сняты кем-то из сотрудников милиции, едва ли не единственное видеодоказательство того, что силовики не просто разгоняют митингующих, а буквально расстреливают их. Пятеро демонстрантов от пуль милиционеров умирают прямо на дороге. По ней, напомним, до этого момента безоружные люди шли, чтобы добраться из села Бос-Пиек до районного центра Аксы, в котором планировали принять участие в митинге в поддержку своего земляка, депутата Азимбека Бекназарова. Тот сидел в тюрьме после резкой критики первого президента Аскара Каева. Сейчас, спустя 10 лет, многие в Кыргызстане уверены, именно аксийская трагедия и стала началом всех революций в стране. Об этом сказал и нынешний президент Алмазбек Атамбаев, который посетил место тех событий, возложил цветы к памятнику погибших и принял участие в молитве за упокой их души. Если бы не тогдашний подвиг аксийцев, трудно сказать, какова была бы судьба страны, какова была бы ситуация в нашем Кыргызстане. Аксийцы первыми встали против несправедливости и авторитаризма, против грубого нарушения законов страны. Согласно Конституции страны, единственным источником власти является народ. И аксийцы доказали это. Поэтому, по словам президента, память об этой трагедии должна напоминать всем, что власть должна быть единой с народом. Он сообщил, что теперь день 17 марта в стране объявлен как день памяти аксийских событий. И каждый год в этот день, согласно его указу, по всей стране должны проходить поминальные мероприятия, и ровно в полдень все должны почтить память погибших минутой молчания. Почти синхронно с мероприятиями, проходившими в Аксы, митинг-реквием, посвященный тем событиям, проходил и в столице страны, в Бишкеке. В нем приняли участие премьер-министр Омирбек Бабанов, спикер парламента Ослбек Дженбеков и другие официальные лица. Поминальное мероприятие проходило в очень символичном месте, возле здания Агропрома, в котором, напомним, 10 лет назад умер от истощения правозащитник Шаралы Назаркулов. Тогда, за несколько дней до своей смерти, он со своими соратниками объявил политическую голодовку против авторитарного режима. И вот спустя только 10 лет на фасаде здания, наконец, появилась его мемориальная табличка. Несмотря на то, что с момента аксийских событий прошло 10 лет, рана аксы до сих пор не зажила. Аксийские события останутся в истории Кыргызстана точкой отчета политических перемен. Эти события означают выбор народа в противостоянии тоталитарной и авторитарной политике управления. Аксийская трагедия продемонстрировала, что власть, не считающаяся с интересами народа, не имеет будущего. И словно подтверждая свои слова, глава правительства со своей свиты поднялся на седьмой этаж агропрома и посетил кабинет, в котором погиб Шаралы Назаркулов. Теперь этот кабинет стал музеем. В нем собрали все личные вещи погибшего, заметки в газетах, посвященные ему, а также фотографии. Впрочем, напоминать о событиях тех лет в Бишкеке в ближайшие дни будет не только этот кабинет-музей, но и открывшаяся неподалеку в историческом музее фотовыставка. Ее чиновники также посетили. Видимо, для того, чтобы закрепить и в своей памяти, что антинародная политика чревата последствиями. Манас Ачгетов, Тенштек Нурбеков, Аксы, Джалабадская область и Бишкек. Это все, о чем мы планировали рассказать. Спасибо за внимание и до свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok